Всем привет, господа! С вами снова Мистер Чейзер и я продолжаю проходить злодейскую Данженс 3. Что ж, давайте погоним на следующую миссию Битва за Стальную Кузню. Битва за Стальную Кузню. Армия Беспощадного Зла под руководством Талии добралась до гном его города Стальная Кузня и готовилась брать его штурмом. За крепостными стенами Король Гримли планировал оборону. Мне кажется, что нам слишком быстро дают всякие новые приколы. Типа, вот уже какая-то пятая миссия по счету, и вот нам уже и зомби дают, и все в таком духе. Ну тут ачивки простенькие. Большая армия существ, имени 15, ну это совсем изи. С дырю Черное Сердца не должно попасть ниже 50, ну вроде тоже изи. Ладно, поехали. Погнали! Убивать это жалкое добро! Можно заряжать заклинания, значительно их усиливая. Просто зажмите ЛКМ. Ууу! А че ж вы мне это раньше не сказали? Я просто нажимал. Там уже, наверное, в комментариях миллион людей написало, типа, Ну ты, ДЦП-чейзер. Можно было зажимать. Сюда вот-вот наград тонной скоты во главе со своей остроухой дрянью. Да только стальная кузня-крепость, какой они еще не видали. В общем, становитесь по местам и помните, что эльфийка моя! Я из ее ушей себе тапочки сделаю. Слышите, рокот? Темные силы. Это я правой косичкой чувствую. Отправляйте лазутчиков и готовьте молот смерти! Не, готовься копать могилу. Мы ждали, но теперь до Великой Битвы осталось всего ничего. Воины Талии выбрали кратчайший путь от пепельной трясины и при исполненной злости и решимости победить готовились к последнему противостоянию. Не надо обобщать, ладно? Я еще не оставила надежды убедить себя вернуться к силам добра. Так и быть. Талия отчасти была при исполненной злости и решимости победить в последнем противостоянии. Другая ее часть хотела создавать рабочие группы и ухаживать за бонсаями. Ой, у меня бывает. Не обращайте внимания. Скоро я раздавлю этого чертова гнома. Не будет больше трепаться об эльфах. А из бороды свитер свяжу. О, это четко, да, наша девочка. Что за мода пошла опускать части тела противников на одежду. Да ужаса негигиенично. Фух, пробил час. Талия принялась собирать огромную армию во имя непредсказуемого зла. Да. Непредсказуемое зло такое непредсказуемое. Будем собирать сейчас армию такую, которая будет давать всем звезду лей. Кстати, мне нравится то, что здесь прямо возле выхода у нас есть опять головы Хакаги. Надо это дело исправить. А то опять-то наши миньончики будут тусоваться. Так, музыка нашего подземельца. Так, нам надо сразу, знаете что? Сморки. Во. Придумал. Так, у нас тут только две клеточки, да? Опа, что там такое? Нихрена себе. А что это мы тут делаем? Прикиньте, если они сейчас влетят в нас. Вот это будет неприятная тема. Так, надо сразу бахать комнату здесь. Пять на пять. Пока что пойдет. Для куропаток. В этой миссии, кстати, нам что-то не дали сразу готовой комнаты. Ну ладно. Сами приготовим. И еще комнату пять на пять. Желательно с проходом вот здесь. А ну, сопляки, вперед! Во имя абсолютного зла. Во имя талии нашей остроухой. Это не камерки, не расизм. Я просто констатирую факт. Что вы там еще нашли? О, это нормальная тема. Обычное уменьшение жалования. Это надо будет потом использовать. А мы кого можем нанимать сейчас? Никого. Клопочка Н тупо не работает. Мне там попросили в комментариях не тупить. Ну, постараемся не тупить. Но вы же меня знаете. Я не я, если я не туплю в своих прохождениях. Это будет слишком подозрительно, если я не туплю. Значит, меня кто-то подменил. А если я туплю, то все в порядке. Значит, я это я. Как-то так. Не знаю, как вам это еще объяснить. А ну-ка, поем быстрее, интенсивнее. Надо еще одного. Соплячка. Чтобы было восемь штук у нас уже. Так, на R строить, да? Да. Надо ход кей запоминать. Блин, это на самом деле сложно. Ибо я ход кеймере редко пользуюсь. А тут прям бах. И неплохо бы этим делом воспользоваться. А ну беги вперед, интенсивнее, давай. Сейчас сталью тоже отшлепаем. Не буду говорить по каким местам. Копаем, я сказал. Интенсивнее. Что за музыка? Напалили? Да вроде нет. Так, нам надо просто гримли завалить. Он у нас засел вот здесь. Мы, в принципе, можем понизу пройтись. Но это будет плохо, наверное, да? Так, нам надо будет пройтись вот по всей этой трупиночке. Так, стоп. Мы можем, типа, вот отсюда? Сразу сюда прийти. Кто там еще? Да вы что, охренели? Почему вы тут... Что вы тут делаете? А, да. Исследование куропаток. У нас его нет просто. Из хрона. Затем делаем индюшиную фермочку. Прум-прум-прум-прум-пум-пум. Ага, вот здесь у нас будет схрон. Блин, зачем назвали схроном? Что за прикол? Нет, что, типа, ну... Спальня. Коротко и ясно. А то схрон. Какой схрон? Кто там хорониться вздумал? Так, мана. Классно, что мана просто так переваляется в жилах таких вот. Ну, это реально прикольно. То есть раньше манку мы только добывали из каких-то там кристаллов. Или как их там правильно называть? Так, сюда мы пока копать не будем. Тут еще копнем. Так, индюшинная ферма готова. Надо только тут закрыть. Пустую секцию. Так, сморчики. Можно вас нанимать? Отлично, поехали. Раз, два, три, четыре. И одного гублина. Так, я не знаю, сможем ли мы вывалить стража и стрелка. Наверное, нет. Текущим составом. Но попытаться можно. Ну, у нас стали еще есть. Ну, блин, у нас никто не прокачан. Это проблема. Так, кровати строятся. Надо бы расширить все это дело, на самом деле. Еще вот как-то так. Ибо у нас существ будет достаточно. Так, манка валяется. Манку добываем. Сокровищница. Такая полупустая, конечно. Могли бы и заполнить. Но тут зато дофига денег. Так, нам надо комната. Сколько тут индюшек? Эй, ястроухая, слушай сюда. Я для тебя и твоих исчадь ада приготовил сюрприз. Такой, что прям закачаешься. Ну, ребятишки, запускайте молот смерти. Богиню мою за ногу? Что это? По приказу Гримли был создан огроменный молот. Молот смерти. Он вызывал возмущение не только в силе, но и в земле. Терасия. Проще говоря, вызывал страшные землетрясения. Подземелье заметно страдало от таких ударов. Пара-тройка, и черное сердце бы не выдержало. Ха-ха-ха-ха-ха! Как вам такое, злобные гады? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так, а сейчас нам надо быстренько оттянуть эту фигню назад. Но оно того стоило. Наслаждайтесь, образины! Представление специально для вас! Ну ты мразь! В своей подружески оскорбительной манере Гримли известил талию и озадаченный злоб, что отступать не было смысла. Огромный молот... А магии у меня нет еще. Ё-моё! Да, неприятно без магии. Оставаться здесь нельзя. Эту штуку надо уничтожить. Я быстренько ее проанализировала и обнаружила страшную уязвимость. Попытаемся забросить что-нибудь в вентиляционную шахту двухметровой ширины, чтобы взорвать реактор? Что за бред? Она же у нас под носом стоит. Разнесем ее на куски и все дела. Вот именно. Ой, и почему я ожидал изощренных многоходовок от кровожадных и неразумных... Господи, что за звуки такие стремные? И надо мне стремных звуков. Так, многоходовочек, да, от нас ждать не стоит. Это такая глупая изотея. Зато у нас есть первый генератор злобы. Из-за этого соответственно можно бахать кучу всяких существ. Что естественно круто. Потому что нам подкрепа в принципе нужна. Что там происходит? А, драка. Ну это нормально. Сейчас еще подкрепа подходит. Мне надо бы нагов, кстати. Соточка у нас есть? Нет пока. Давай выберем всех. Так, соточка есть. Ну, жму В. Почему? Через раз работает кнопка. Так, наги есть. Осталось их нанять. Так, там есть эти мудыки, которые ставят турельки? Вроде нет. Так, парни, не надо вот этой херенью заниматься. Идите убивать их. Так, Аталия бахнет у нас по центру. Как мы это... Наводки доступны? Да ладно, а что ты здесь не делала? Ну, Курмбрак, спасибо тебе за службу. До свидания. Да убейте вы эту сволочь. Она же хилит их. Чего нужно уничтожить? Причем хилит еще стражек, у которого дохрена хп и урона немало-то. Побольше, чем у наших сморков. Как ты знала, что я тебе понадоблюсь? Блин, да что за звуки такие бесящие? Они не только меня бесят, надеюсь. Кстати, забыл книжечку использовать. Сейчас только на миникарте увидел. Что оно дает? Уменьшение жалований. Вот это полезная тема. Надо с этими звуками что-то сделать. Я не знаю, как их вырубить. К сожалению, никак. Так, с этими тварями бы еще неплохо разобраться. Нагов мы можем нанимать уже или как? Давай-ка узнаем. Да, можем. Раз. И все. Так, нага, давай к нам. У нас там хилочка нужна. Дочь моя. Еще не поздно вернуться на путь. Уже поздно. Подумайся. Слишком поздно. Не бывать прощенью. Темных гадин все равно нужно убить. А вы с Гримли будете жить. Его упрямству позавидовали бы даже камевые жопы, которые мне все время названивают. Мне тоже кажется, что нам стоит пересмотреть решение. Сейчас по расписанию геноцид гномов. Гомов. Понял. Поэтому уходи отсюда, папочка. Мы слишком заняты. Нам гомов надо убивать. Так, поползли дальше. Громовую хрень надо бы снести, а то она реально мне сердце может уничтожить. Мне это не очень нравится. Так, там есть... Опа, 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 опана. Кто к нам идет? Ученик, разбойница, страж. Ну-ка, ну-ка, герои, давай-ка в ряд. Выпиливать сейчас вас будем. А, ну ученик он вроде не хилит. Так что, в принципе, бояться его не стоит так сильно. Хиль, хиль его. А то у нас сейчас еще один к прадцам отправится. Не, вы неплохо, кстати, бахайте. Нам бы сейчас похилиться. Давай, хиль их. Так, так, так. Грейды. Надо еще побольше существ. У нас как-то злобы маловато, но... Есть немного. Сейчас еще соточка будет. Давай. Отлично. Нанимаем еще нагу. И сморка. Так, кстати, да. Надо жалования кому-то уменьшить. Оп. Не понял. Жалования, говорю, уменьшить надо. Во, скромный. Красивый. А главное, скромный. Все четко. Так, давайте сюда, ребят. Нам нужна подкрепа. И туда потихонечку. Так, а мы тут будем заниматься очень важными делами. Да, раскопками. Раскопки не ждут. Тут у нас жила где-то еще будет или как? Нам пригодилась бы еще одна жила на самом-то деле. Вот этих вот тварей, конечно, побивать было бы неплохо. Не очень. Если мне нравится тут. Так, грейдики. Караульная. Сотая. Блин, везде надо куча сезонов. Жалования. Кстати, склеп. Лучше нанежить. Так, а ну давайте-ка кладбище забахаем для наших ребятишек. Мертвых. 7 на 5, думаю, будет достаточно. Так, и вот тут вот закроем. Все это дело, чтобы было как-то все красиво, что ли. Не по фэншую, но красиво. Я само зло. Так, и влетаем. У нас тут мудил, который пушки ставят нет, поэтому погнали. Так, далее. Жахни. Неофиты месите, парни. Что? Давай, давай, давай. Не надо, чтобы кто-то к братцам отправлялся. Убивайте их. Тут хилочка. Ой, хорошо. Все, фулл хп. Погнали, ребят. Нет, тут два стрелка, мудака. Оп. Забайтили. Джебейтед. Джебейтед. Нам похер. Вон, бейте своих же стражей. Несите теперь его. Забайтили. Он, сука, уходит. Он теперь нас байтит. Не получится. Убирайте эти пушки, и тогда мы будем воевать. С пушками воевать я отказываюсь. Они слишком много сплэш-демоджа наносят. Ага, теперь вы убегаете, сволочи. А ну давай, назад. Пушки только уберите свои, и мы вернемся. Может быть. Я подумаю. Что там с трупом происходит? Убирайте пушки. Блин, этот звук, кстати, мне еще не напрягает. Ну, звук того, как наши приказы отдаются. Так, это хрень. Сколько у него хп? Ну, снесем. За две минуты с небольшим дымом успеем. Блин, месите его, алло. Мне нужна голова Таноса. Турель месите. Хорошо. Гребаный стрелок, как же я тебя, сука, ненавижу. С твоим-то сплэш-демоджем очень неприятная тема. Так, у нас комнатка готова. Давайте теперь сделаем склеп. Мертвые служат тебе. Барчрафт прям какой-то. Так. Смертельно бледное зло возвело себе кладбище. Да. Теперь оно могло обеспечить бесперебойные поставки нежити. Система была очень практичной. Отдавших концы героев размещали здесь, а затем превращали в безмозглых зомби. В качестве альтернативы здесь можно было вербовать баньши. Баньши — это классная тема. Тоже мне. Молод смерти. Вот именно. Что, сломали мы твою игрушечку? Плату теперь будешь, да? Ой-ой-ой. Подкалывается. Еще поплатишься. Не спеши себе медальки присуждать. Гномья империя нанесет ответный удар. И уж не сомневайся. Я не сомневаюсь. Ребята, давайте жить дружно. Какое дружно. Мы будем всех убивать, не четвертовать. Так, стоп. Назад. Вот именно. Ровно. Убьем этих добряков. Слишком долго они глаза нам мозолили. Аж тошно от них. Нападают на нас постоянно. Турели свои, сука, ставят. Так, назад, 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 назад. От турелек отходим. Турелики — это плохая тема. Очень плохая. Кстати, надо бы демонов сделать. Они у нас единственные, кто вроде дальнобойные. Блин, турели. Видите, как они урон наносят? Я просто в шоке. Так, что там у нас? Обычно в основной жизни. Вот это пригодится. Очень даже пригодится. Так, все. Турелики deactivated. Какому-нибудь сморщику мы дадим вот эту вот книжечку. Что такое? Регенерируй, как говорится. Так, идем валить палатку. Далее. У нас тут еще есть новая сокровищница. Внезапно, да? Это ж круто. Опять вы с этими звуками. Ну да, это когда орки в рейдж вводят, они такие тупые звуки издают. Вот эти фу-фу-фу. И как-то бы вырезать, но... К сожалению, не знаю. Так, грейды. На большее количество войск. Так, стрелков тут нет. Валим неофитов. Валим их! Добряки хреновы. Так, ага. Здесь мы наймем парочку бэншей. Почему бы и нет? Пригодятся. Так, и новый источник злости. Коварство. Коварство. Какой злости. Готов. Давайте, кстати, вернемся. Я очень хочу вас похилить немного, ребят. Это во-первых. А-вторых, мы никуда не спешим. А в-третьих, надо почистить наши собственные катакомбы. А то меня это немного напрягает. О, только посмотрите, сколько здесь маны. Почему бы нам ее не собрать, а? Риторический вопрос. Кладбище фигенность 80%. Коварина. Классное имя у тебя. И страшилие. Над именами вообще вижу, не запарились. Типа, зачем? Зачем париться над именами? И так сойдет. Так, здесь можно еще что-нибудь влепить. Например. Даже не знаю, что-нибудь придумаем. Что у нас еще есть? А, демонов можно же сделать, точно. Давай там, по улучшениям. Оп, вороночка. Так, и мана, мана, ты-тыц, ты-ты-тыц. Первый бард сопляк. Мана нужна нам. Так, простые заклинания. Обычные заклинания. Ну и сложные, для которых у нас немножко коварства не хватает. Так. Ну, хотя бы демоническая сила есть, и уже неплохо. Она нам пригодится. Очень пригодится, я бы сказал. Так, ребята, идите хилиться, спать там, в куропаток хавать. Отдыхайте. У вас был тяжелый день. А вам я тут еще спальню немножко улучшу. Так, крапаль. Так, вы тут все добывайте. Не забываем шлепать этих сморчков. А то слишком они слабенько работают. А, ну да. И нам надо бы по-хорошему... Влететь. Кое в кого. Похилимся потом, ребята. Где вы тут все? Все пошли хилиться. Молодцы. Так. Эй, Талия! Неужто ты решила, что у меня больше нет тузов в рукаве? Так ты че? А я вот построил второй молот смерти. Капут твоему подземелью. Вперед, ребятушки! Еще один молот? Да чтоб ему пусто было. Готовьтесь, сейчас рванет. С большим бадабумом второй молот. Смерти рухнул на землю, и от него подземелью понеслась ударная волна. Ты че охренел? Не бей, дядя, не бей. Чтобы защитить его, этот молот смерти тоже требовалось срочно уничтожить. Сука. Чтобы мой молоточек никто не обижал, я построил генератор щита для волшебных башен SLD-26. Что? Какие SLD-26? Можете об него в репешку разбиться. Че ты несешь? От щедрот души глупый король гномов Гримли рассказал внимательному и всезаписывающему злу о защитных механизмах своего молота. Так, а где защита вырубается? Чтобы отключить молот смерти, нужно было отправить команду на Эндор. В смысле... Не, не на Эндор. Не-не-не. Звездные войны. Звездные войны. А ссылочки за ссылочками. Сначала уничтожим магическую башню. А как туда? А потом и молот смерти номер 2. Это мы быстро ломать не строить. Тогда мимо обойти, да? Получается вот так, вот так, вот так, вот так и сюда. Ой, любите вы все усложнять. Куда вы с цвилка тащите мертвого? Куда ты его тащишь? Васян, опять нажрался, скотина. Сколько раз я говорил, в этом подземелье пива нет. Мы теперь их жрем курочек. Мы перестали быть вегетарианцами и алкоголиками. А ты, Васян, опять нажрался, сука. Давай. Что вы с ними делаете? Подземелье ворвались враги. Зомби это враги? Ну, прикольно, нам теперь зомби дают. Реально убитых, типа, считают. Ну, вы поняли, да? Так, стоп, а как это так? Ребят. На черное сердце напали. Аллоу. Аллоу. Тревога. Тревога. Пацаны. Тут на сердце нападают, а вы, типа, нормально, подумаешь. Нападают на нас. Не первый раз уже, да? Так, крутые ловушки. Надо было ловушек забахать, кстати. Так, чтобы делать ловушки, нам надо, во-первых, пещера мастеров. Но тут у нас будут демоны. А пещера мастеров в другом каком-то месте. Не, нормально, да? У нас тут нападают, а они такие, ха, нормально, я отдохну, я посплю. Мне норм. Так, ну давайте тут, где гномы были, что ли, построим что-то. Люди здесь, вот здесь вот вообще, смотрите, как много места. Вообще зашибись. Закачаешься. Вот тут мастерскую забахаем. Оп. Вперед, капотч, капотч. Так, говорю, копать. Что, забастовка? А что не так тебе? Гнев, сон, голод. Сон. Снова им не хватает. Я понял, сейчас построим. Ребята, не переживайте, сейчас все будет, сейчас усилим. Надо, кстати, сделать исследование на этих сопрячков. Причем побольше. У нас как-то слишком большое теперь подземелье, и оно быстро разрастается, и нам не хватает рабочей силы. Хочет поспать. Да, я понял, понял, да, делаем койки, понял. Расширяем. Блин, раньше вам койки нужны были чисто, чтобы хилиться. Все вы охренели. Неженки гребаные. Шлепай его. Копать. Копайте. И стройте все интенсивнее. Нас пацаны спать хотят. Так, сколько там? Шесть минут до молота. Блин, надо до него бы сгонять, кстати. И когда я говорю, надо бы до него сгонять, я имею в виду, что надо реально до него сгонять. Давайте интенсивнее. Так, все, спальня более-менее готова. Так. Кстати, у нас зомбари-то хрена, давайте их брать. О. А, это типа одна пачка, что ли? Три зомби, это одна пачка, да? Прикольно. Так, сюда, сюда, сюда. 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 Парни. Парни. Сейчас будем воевать. Так, где наша великолепная островуха Италия? Отвести меня к врагам. К врагам без проблем. Вот сделано. Сама сказала. Так, ангел смерти. Ты у нас вроде сам по себе хилишься, поэтому давай с нами. Тут просто пять минут осталось. Нам, мы пока туда дойдем, минуты две пройдет. Так что я бы сейчас сгонял. Что нужно сделать? Что, индюшек нет? Да ладно. Так, давайте пока сюда. Надо подумать. Неханя себе там деньги поулетали. А, ну 797 это нормально. Давайте пока сюда, ребята. То есть нам тут по-любому надо... Ого. По-любому надо вот как-то так пройти мимо вот этого вот всего говна. Тут, наверное, на каждом из этих островков будет куча противников. Поэтому пока вступаем сюда. А там разберемся. Так, а вы что не работаете? Я не понял. Давайте расширять ферму с индюшками. Там уже я видел, что индюшек кому-то не хватало. Погнали. Так, тут тоже вроде нормально все. Маны дохрена валяются. Вопрос хороший, зачем нам столько маны? И пока тут суть до дела, давайте сделаем еще грейды. И наймем демонов. А, деньги. Бах. Where's my money? Добывайте деньги. Сопряки хреново. Не служите вы ничего злому злу. Опа, тут что происходит? Не понял. Это что такое? А, у вас тут таверна. Ох, едите вас тут. Охренеешь. Нет, это кнопка заклинания. Опять я нажал и не зажал. Надо было зажимать. Так, ладно. Пока я тут... Я думал, там уже никого нет. Они бах и повылазили. Приколись. Так, демоны. Я тут вами занимался. Вот еще одного давай. Раз, два, три. Вы тоже с нами пойдете. Думаете, вы особенные? Так, ребят. Хилимся. Внезапно. По голове нам тут дали. Ломаем им таверну эту. Идем дальше. И ждем демонов. Стоп. Назад. Вы и так умеете? Ни хрена себе. Я думал, они чисто из таверн вылазят. Оказывается, не только. 300 надо. Блин. Надо хотя бы одному сморчика заделать. В твоем подземелье враги. Спасибо, я заметил. Эть. Спасти. Нет. Что ж так больно-то? Здесь 87. Нет, ребят, надо бэкаться. Кто не бэкается, тот лох. Портал демона. Фуллбэк. Я говорю фулл... Да вы что, вас выбрать-то нельзя, а? Фуллбэк. А вы тут пока тусуетесь. Я королева зла. Да я знаю. Что ты королева зла. Так, ребят, разобрались с порывами? Давайте теперь назад. Полуубитая мне похер. Назад. Туда все. Кстати, это очень удобно. Внезапно. Прям пипец как удобно. Бах, и готово. Так, ну что? А, стрелки. Байтим. И отходим. Вот суки. Хороший вопрос. Отвечать на него, конечно, я не буду. А ну сюда подошли. Я под вашими турелями воевать не хочу. Так, ярость. Но придется, видимо, под турельками воевать. Ну хотя армия у меня сейчас уже неплохая. Кстати, ачивка выполнена на 15 численность войск. Так, валим пушку. Она очень много сплэш-дэмэджа дает. Мне это так не нравится. Так это только возможно. Так, все тусуемся тут и хилимся. Обычный бонус урона. Кстати, это надо демонам давать. Они неплохо сдалека бьются. Готово. Так, тут у нас еще внезапно обнаружилась золотая жила. Но столько внезапно, что мы ее даже начнем добывать. И надо бы еще немножко покопаться. Неплоховатое зло все никак не могло найти альтернативу разрушенному мосту. Интересно, оно вообще старалось? Нет. Желая оправдаться, зло тут же отправило на разведку парочку существ. Мне нужна голова сана. Хорошо. Ля, игра мне прям подсказывает. О, смотри, тут можно обойти. Интересно, как я тут буду обходить. А, типа вообще напрямую практически. Это ж круто. Сюда давай тогда. Ты что тут делаешь? Семен! Ты что, за васяном пошел в алкоголь? Вот толкашня хреновая. Опять нажрались. Сколько можно? Небольшой толчок и мы влетаем. Я влетаю в стройку. Нормально, нормально. Бай-бай, бэйби. Ля, вы влетаете хорошо. Вот это вот орда, вот это мне нравится. А ты помните чумное зло? Или как оно там называлось? Прокаженное, да? Из дополнения Game of Winter. Там оно вообще такое слабое-слабое было. Пипец просто. Смотри, портал до сих пор работает, да? Приколитесь. Зомби тут хилятся. Так, индюшек не хватает. Да как так? У нас их и так дохренища тут. Алло. Сколько можно? Так, это у нас все генерируется. Все равно. А портал можно как-то уничтожить там? Не знаю. Кто-то хочет хавать, но мне насрать. Блин, я даже ловушки не строю. Типа нахрена надо? Не, с одной стороны... Первый потерпел поражение. Второй добьется успеха. Черт, времечко... Готовьте, волос смерти! Времечко просрал. Ну, думаю, не завалит. У меня еще есть хп-шка. Неофита, месите неофита. Демонская сила. Погнали. Так, о! Вот это прикольное. Прямо глаз со урона. Только их тут теперь много. Так, автосейв. Это хорошо. Когда есть автосейвы. Приятное, я бы сказал. Игра обо мне заботится. Так, мы пока в рейдже. Давайте влетать. Ой-ой-ой-ой. Хотя мы в рейдже. Нам насрать. Сносим пушки быстро, пацаны. Быстро. Побыстричку сносим пушки и стрелков. Отлично. Вот мне нравится, когда мои юниты... О-о-о-о! Хилка была очень в тему. Прямо настолько в тему, что мы сейчас пропушим эту линию, как в какой-то реально доте. Хорошо. Залетаем сразу. Причем. Без запиночек. Так, давайте попробуем реально задержать. Она просто большой рейндж дает. Это классно. Магию их зажала. Она там прям зарядила как надо. В твоем подземелье враги. Ой, шо? Дяди, не бейте. Встаем. Ну, два стража разбой. Блин, а. Грейды сюда быстро. И... Сморчиков. Парочки сюда тоже быстро. Идите воевать. Так, тут вы, что, забафались? Нормально. Давай щиты сносить. Блин, пока моя основная армия. Ну, хотя могу портал еще не открыть. Я вижу он вообще бесконечный. И это круто. Руки прать от генератора счета для волшебных башен. Да, да, да. Слд-26. Слд-26. Ай, сломалась. Красиво. Где там второй молот смерти? Не распускай ручонки. А то я тебе все пальцы подкусываю. Мерзкая блядь. Да, 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 да. Редатушки. Готови молот смерти. Кримли, похоже, немного отчаялся, когда понял, что подрабатывающий юмористом зло еще и отлично разбирается в стратегии. Но разом посылало к молоту смерти воинов. Воины, мы пока под бафа найдем их убивать. Там разобрались? Да, Владимир совсем разобрались. Нормально. Дали, жахни. Хорошо. Они промызлили. Тут физикс реально неплохой завезли. Я еще думал, типа, когда игра устанавливалась, думаю, мне предлагали установить инвидеофизикс. Я думаю, физикс в данженс? Типа, где он будет задействовать? Каким образом он будет задействоваться? А тут на тебе. Тут, оказывается, герои разлетаются. Прикольно и красиво. Так, ребят. У вас тут сегодня ништяк, да? Не, ну тут кровати более чем достаточно. Думаю, вам этого хватит. Но только цыплят мало. Хрупкие штуки, правда? Гримли, кажется, я случайно сломала оба твоих молота. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Как смешно! Дали, да ты шутишься, не надо так шутить. Голыми руками задавлю девка! Проклятущее мерзкое! Чтобы нам не пришлось вырезать всю ругань грима, мне придется его перебить. Гениальное зло преуспело. Второй гномий молот тоже остался в прошлом, и темная армия продолжила неумолимый марш к стальной кузне. От города до подземелья доходил не только запах... Открывай! Я в гости! Так, бафаем! Бафаем! О, хорошо! Слишком поздно, Талья! Мы всех убьем! Тай твою налево! Ты что, серьезно? Что боги не любят троих! Мне насрать! Еще один молот смерти! У-у-у! Какой ты оригинальный! Я припас сразу три! Вот это вот очень херово, парня, ломаем! Все то же самое, но в три раза больше? Не очень изобретательно, знаешь ли? Совсем не изобретательно! Хватит! Пора молотить! Три молота смерти! Хилка! Хорошо! Сильнее одного! Три? Чтобы черное сердце не остановилось и не замерло, все их явно зло было бы скорее привезти сюда! Плохо! Бафаем! И месим их! Сначала надо этих развалить, потом... Блин, я к тебе домой приду, Гремли, дам тебе пиздулой! Ты же знаешь это! Там сердце что, нормально с ним? Да, там по ачивке должно было 75% или 50% остаться! Сразу три молота! Да ты еще охренел! Сумасшедший! Правила трех цифр в играх не слышал, да? Такое, типа как у боссов! Три фазы! Или три стадии, да? Вот у него типа то же самое! Блин, что я с такими зеркрашами вообще потерял смысл строить в подземелье ловушки! Я тут хотел что-то построить, но что-то как-то сбился с мысли! А, я хотел пещеру мастеров сделать, ну да! Когда-то! Давай! Давай! Коротышка! Попробуй! Мы бафаемся! Нам насрать! Пусть в этот час мы обнажим мечи вместе! Бой, сын Игор! Не на жизнь, а насмерть зову за собой! Да умирай давай уже! Наконец-то мы встретились, Гримм! Пробил твой последний час! В твоем подземелье, дороги! Не насрать! Мы сейчас его убиваем и все! Тем более у нас там есть слоты под сморков. Сморки пусть отбиваются! А мы тут убьем коротышку! Давай, сюда иди ты, бородатая скотина! Сейчас постригу! Ты заплатишь! Заплечка! Да давай, умирай уже! Ты самый скучный персонаж здесь! С этими словами, король гномов Гримли испустил дух. Зло заслужило эту победу! Интерфейс забагал, видите? А сколько легенд и историй восхваляют добрых героев! Чепуха! В итоге победа всегда за злом! Сейчас будем праздновать! Забираем обглав пива! Которого нам так не хватает со второй части! Ты что наделала? Ты убила Гримли? За это мне придется тебя наказать! Замри! Я буду через пару часов! Как видно, Танос был не в восторге от поступков своей приемной дочери. Проницательное зло понимало, что сражаться с ним сейчас было бы неразумно, поэтому приказала Талии уйти на запад. Не сворачивая. Но можно ведь и подождать папу, попытаться все ему объяснить. На запад тебе сказали! Даже хорошая моя сторона не может быть такой наивной! Он с меня три шкуры спустит, если я ему сейчас попадусь! Пусть сначала остынет, а там посмотрим. Увы, но в этот раз мне придется согласиться со своей злой половиной. Непогоду лучше пересидеть дома. Ну надо же! Добро и зло заодно! Как мило! Итак, Талия пустилась в бегство. Да не в бегство! Не в бегство, а в тактическое отступление! Никак вы, блин, не научитесь, что у нас нет бегства! Зло всегда найдет лазейку и всегда тактически отступает! Помешала ему, как обычно, только собственная смерть. Гномий король Гримли скоропостижно скончался от рук истребляющего героев зла, а темная эльфийка Талия поспешно слиняла. Прихватив злых существ, она отступила в тоннели и шахты под стальной кузней, откуда можно было попасть даже в самые отдаленные уголки мира. Воспешное отступление оказалось вполне оправданным, потому как вскоре на поле боя прибыл Танос в сопровождении огромной армии добра. Обнаружив бездыханное тело своего невысокого друга, он исторг яростный вопль! Впечатлительные и эмоциональные герои вообще часто так делают. Пару часов спустя Танос собрал в своей палатке двоих оставшихся боевых товарищей. Разговор шел примерно в таком ключе. «Ой, ой, ой, зло нас уничтожит! Хнык-хнык, мы все умрем!» В конце концов, Танос приструнил своих боевых товарищей, приказал всем возвращаться в свои империи и укреплять оборону. Им оставалось сделать то, к чему привыкли все добрые люди. Спрятаться за крепкими стенами и в страхе надеяться, что буря захлестнет кого-нибудь другого. Благородство выше всяких похвал. Танос тем временем разослал шпионов, чтобы найти свою злобную ученицу. К тому времени темная эльфийка уже пробилась через шахты под стальной кузней, случайно подняла на ноги армию и сбежала от демона с огненным хлыстом. В общем, обычное путешествие по гномьим тоннелям. По крайней мере, Танос с силами добра остался у нее далеко позади, и она с практически нетронутым войском шла через глушь, горя желанием и дальше сеять хаос. Ну ладно, господа, тактически начинать следующую миссию мы будем уже в следующем видео, а пока что на этом все. С вами был мистер Чейзер, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте про группу ВКонтакте по ссылочке в описании, заходите, буду всем там рад. А на этом все. С вами был самый главный злодей всей вселенной, мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем злом видео.